Владимир, скажите, а правда, что каждый может научиться заточке? По вашему опыту, кто к вам приезжает? Заточке может научиться каждый человек любых профессий, то есть, как показывает наша практика, то есть к нам ученики приезжают из разных городов, понятно, из разных ниш, то есть это может быть дальнобойщик, это может быть офис-менеджер. Они приезжают в нашу нишу и хотят обучиться заточке инструмента. Также приезжают, допустим, сами маникюрщицы. Все эти люди, они получают профессию на всю жизнь. У меня была ученица, то есть она как человек-оркестр, то есть у нее брови, маникюр, педикюр, и она решила подтянуть нишу для того, чтобы обслуживать именно свой инструмент, ну и чужой, то есть чтобы зарабатывать деньги. То есть приехала, обучилась 5 дней, купила станок, попрактиковала и очень успешно начала зарабатывать деньги. То есть получается, что не обязательно к нашей профессии, каким-то образом подготавливаться. То есть нужно желание, ну и посредственное такое понимание всего процесса. Не было такого, чтобы хотя бы один ученик, допустим, там после первого дня забрал деньги и уехал и сказал, что это не мое. Владимир, а правда ли, что маникюрные кусачки бывают разных форм? Да, маникюрные кусачки бывают разных форм и маникюрные кусачки подходят под разные техники работы. То есть как бы общее понятие маникюр, это не есть правильно в силу того, что есть маникюр, педикюр и патология. Допустим, кусачки для кутикулы, они могут быть разных форм, там геометрии и разная длина режущей кромки. Каждый мастер маникюра подбирает по эргономике, там ручки, там сами пружины. Вот, допустим, если это педикюр, то здесь вросший ноготь, как правило, да, или же, например, нужно просто постричь, там, ну, я не знаю, ногти очень плотные, и для этого подходят кусачки с режущей кромкой вогнутой, да, то есть это уже тот инструмент, который на маникюрный инструмент, он не похож. Для патологии, то есть там обработка на топташи и т.д. и т.п., как бы там тоже есть своеобразный инструмент, который также, ну, как бы не схож, там, с кутикульными, хотя на педикюрный он похож. В общем, в нашей профессии заточника нам нужно обладать тремя техниками, то есть это заточка кусачек для кутикулы, заточка кусачек для педикюра, это как раз вросший ноготь, и кусачки с вогнутой режущей кромкой, то есть и этого достаточно. Владимир, что такое абразивная гигиена при уходе за водными камнями? Производитель не рекомендует оставлять водные камни в воде, то есть это первое. Когда мы поработали, допустим, весь день они у нас валялись в воде, там, ну, как бы мы затачивали инструменты, нам на ночь обязательно их нужно вытащить. Не рекомендует, чтобы водные камни лежали в воде целые сутки. Их нужно достать, промыть, можно даже с вечера их выровнять, и уже подготовленными на следующий день убрать там, либо в бокс, в какой-то пластиковый, вот, ну, тоже как рекомендую, да, то есть рекомендуют, чтобы водный камень не высыхал вот прям совсем, да, то есть как бы насухо, то есть чтобы он был в какой-то, в небольшой, ну, то есть в влажной среде. Обычно берут пластиковый бокс, берут губку, ну, обычную бы мочат ее, бросают в этот бокс и кладут рядом камни. То есть вот в этом вот конденсате водные камни живут лучше, то есть они не лопаются, потому что если водный камень после работы положить там рядом с батареей или в каком-то очень сухом пространстве, то есть он может пересохнуть и просто лопнуть. То есть физически, ну, как бы человек, который приобрел этот водный камень, он его потеряет, то он там потрескается и как бы развалится. Вот, ну и плюс еще обязательно периодически их выравнивать после того, как человек поработал там, ну, осуществил шлифовку задней поверхности полотен парикмахерских ножен. Вот, ну, техника как бы она достаточно простая, то есть берется стекло, берется абразивный порошок оксид алюминия и там восьмеркой, либо какими-то окружными движениями мы обновляем вот эту вот поверхность. Вот такая гигиена. Субтитры создавал DimaTorzok